Это Первый городской. Здравствуйте! О самых важных событиях пятницы 17 марта смотрите далее в материалах наших корреспондентов. В студии работает Иван Дычак. Смотрите в выпуске. Кто стоит за некачественными ремонтами в кривом роге? Качество покрытия, как говорят, налицо. Толщина дорожек в парке Гагарина везде разная. Нацгвардия устроила день открытых дверей. Что и как у военных сейчас. Это зенитная установка 23-го калибра, спаренная. День добровольца. Атошники идут к детям. Возраст не имеет значения. Мне главное, чтобы у человека было открыто сердце к тому, что я говорю. Эти и другие события в материалах наших корреспондентов. Погиб рабочий. На блюминге металлургического гиганта Арселор Миттл Кривой Рог. Во время проведения ремонтных работ сотрудник получил травмы. Несовместимая жизнь. Мужчина намотала на шпиндель клетистана. Отмечу. По информации пресс-службы предприятия, участок цеха блюминга в это время был остановлен на планово-профилактический ремонт. Вальцовщик потерял равновесие. Его затянуло между вращающимися шпинделями клетти. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ведется следствие. В парке Гагарина уложили некачественное. Некачественные тротуарные дорожки. Цементно-бетонный слой тоньше, чем должен быть. И потрескался после зимы. Договор на выполнение работ мэрия заключила с сомнительной фирмой «Криворожметрострой», которую связывают с компанией депутата горсовета Ольги Бабенко «Крост». Ремонт парка Гагарина обойдется городу почти в 9 миллионов гривен. На что чиновники потратили деньги налогоплательщиков? И кто на самом деле уложил некачественные дорожки в парке, знает Юлия Емельянова. 8,5 сантиметров. 7,5 сантиметров. И 9 сантиметров. Качество покрытия, как говорят, налицо. Толщина дорожек в парке Гагарина везде разная. Тротуарные дорожки в парке Гагарина уложили летом 2016 года. После первой же зимы покрытие потрескалось. Ведь толщина дорожек, согласно документам конкурсных торгов, до начала работ должна быть 10 сантиметров. После зимы выявились небольшие дефекты. Где-то трещина появилась, где-то скол появился. Это подрядчик будет переделывать за свои собственные средства. Более того, на всю площадь того, что Гагарина и того, что фактически в юбилейном, они будут еще отшлифованы, отполированы и будут закрыты, полностью покрыты специальным покрытием, которое не даст возможность метону разрушаться. В поисках подрядчика мы отправились по адресу переулок Деповский, 4. Это юридический адрес фирмы Криворож Метрострой, которая выиграла тендер на выполнение работ. Но здесь этого предприятия нет. Местные почтальоны говорят, такого адреса просто не существует. 3, 5, 4, ну, ничего, честной стороны нет. Вообще? Да, письма идут. Мы их просто за стечением отправляем назад. На адрес 4? Да, да, да. Там есть какая-то фирма, вы знаете? Ну, это частный сектор. Как может там быть фирма? Это частный дом. Адрес есть, дома нет. Звоним по официальному номеру телефона Криворож Метростроя. Нам любезно отвечают. Добрый день, фирма Крост. Добрый день. Это фирма Крост? Да. Ой, а я звонила на фирму Криворож Метрострой. Мне сказали, что это их номер. Я могу передать что-то. Это не их номер. Фирма Криворож Метрострой в 2012 году стала принадлежать строительной компании Крост. Потом предприятие переоформили и сегодня оно официально числится на другом юрлице. Владелица Кроста депутат Гурсовета Ольга Бабенко, которую с позором исключили из партии Батькивщина, а местные СМИ называют Кумой Вилкулов. Какая компания на самом деле некачественно уложила дорожки и привлекали ли к работам в парке технику Кроста, Ольга Бабенко не ответила. В общественную приемную депутата Гурсовета в приемное время журналистов просто не пустили. Бабки не записывали заранее. А здесь нужно заранее? Конечно. Чтобы задать депутата вопрос? Да, чтобы согласовать. У меня уж время тоже расписано. А вы охранник? Нет, я тоже на прием пришел. И вы поэтому вас не пропускаете, да? Мужчина крупного телосложения отказался представляться, не пропускал, а потом и вовсе захлопнул двери. В течение часа криворожан, которые пришли на прием к депутату Бабенко, не выпускали из помещения. Патрульным полицейским и опергруппе тоже не открывали. Лишь под конец личного приема неизвестным людям понадобилось выйти на улицу. Тихо, 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 без раз. Вы здесь кто? Я гражданин своей страны, в первую очередь. А как гражданин страны может не пускать в общественную приемную депутата журналистов? Ну, есть обычные правила, вы понимаете? Какие правила? Вы на каком основании не пускайте? Кто вы здесь? Кто вы здесь? Никто, я призрак. Сама Ольга Бабенко о приезде журналистов, как оказалось, знала. Но выйти депутат, которая представляет интересы своих избирателей в горсовете, так и не решилась. Вы докладывали депутату горсовета Ольги Бабенко о том, что здесь журналисты хотят с ней пообщаться? Конечно. Что она вам ответила? Без комментариев. Как это без комментариев? Что она сказала? Я не хочу комментировать вам. Она знала, что мы здесь находимся. Я не хочу вам ничего комментировать. По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов открыто уголовное производство, а расследование находится на особом контроле национальной полиции Украины. Слідчим відділом Криворізького відділу полиції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного перешкоджання професійної діяльності журналіста. Частина 1 статті 171 Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування. У разі встановлення осіб, що здійснювали вказану діяльність, предбачено призначення покарання у вигляді обмеження волі до двох років або позбавлення волі строком до двох років. На капітальний ремонт парка Гагарина планирують потратити почти 9 млн гривень з містного бюджета. Более 2,5 млн грн. Городське управление благоустройства уже перечислило на счет сомнительной фирмы без адреса и телефона Криворож Метрострой. Украли ли деньги на материале, который потрескался после первой зимы, и заработали ли миллионы нечестные подрядчики на том, что уложили меньше 10 см слоя, выяснят правоохранители. Касательно чиновников исполкома и подрядных фирм, открыли уголовное производство за присвоение и растрату чужого імущества. Выложено ряд документов в управлении благоустройства, а также на предприємствах призначено судово-экономично, будівельно-технічну експертизу, висновки, які будуть затримані пізніше, і будуть вже зроблені відповідні висновки щодо, можливо, привласної гроші кошти, або трати, або фактично виконанні роботи і підписання актів выполнених робіт. Точно такая же ситуація сложилась і в парке «Юбілейний». Те же дорожки і та же схема. Якщо вину чиновників і подрядчиків докажуть, їм грозит от трьох до восьми лет тюрми. Юля Емельянова, Дмитрий Христенко, Дмитрий Микрюков, Віктор Зубченко, Первый Городской. Нацгвардія открыла двери. Війська частина 3011 17 марта открыла двери проходной курсантам военного лицея, літного колледжа і ученикам школ. Гвардійці демонстрировали арсенал боєвого оружія і тяжелій воєнні техніки, яка не один раз использовалась в зоні боєвих дій. Пустили даже туда, куда не ступає нога гражданського – в казарму і расположення. Пообщалась с военнослужащими і будущими західниками України наша Інна Даньшина. Це зенитна установка 23-го калибра, спареная, ЗУ-23-2, которая предназначена для пораження воздушних целей, наземних целей і надводних целей. А ця установка участвовала непосредственно в боєвих столкновениях в 2015 році в районі Широкіно. Зенитна установка, миномет 120-го калибра, противотанковая ракета «Фагот», станковий гранатомет «Пламя» і АГС-17. Ученики школи-курсанти могли воочі увидеть воєнну техніку, которая побивала в зоні боєвих дійствий. І, по-друге, він повинен гідно забезпечити свою сім'ю. Іменно для того, щоб обезпечити сім'ю і реалізувати своє головне жизненне предназначення, західника Родіни, Сергій перевелся із Днепра в Кривой Рок на контрактну службу. За полтора року з рядового солдата дорос до командира противотанкового отделення і успел побувати в АТО, охраняя блокпост. У мене отец, бувший милиціонер, щас на даний момент служит в збройних ссилах. Дядько рідний, він теж в внутрішніх військах починав, щас в національній гвардії. Всегда з деці мене учили більше защищати свою страну рідних. І так і пошло по їхнім стопам. Кроме военного транспорта і боєвої техніки, военнослужащі демонстрировали оружие. Мечта кожного шкільника і суворовця – подержати в руках автомат і пулемет Калашникова, снайперку Драгунова і гранатомет ГП-25. Тем більше, якщо в будучи хочеш стати військовим. Мой папа, він військовий, він майор, він к цьому довго шел. Я считаю, що мені теж хочеться піти по його стопам, бути теж військовим. І в списці, там, де є написані все фамилии військових, я хочу бути під його фамилию. Я считаю, що це потрібно ребятам отслужити в армії. Це определено розов'єт в них дисципліну і порядок в дальнійшій житті. В Нацгвардії служат не тільки військові. Вместе с хозяином дико хранять безпасність граждан і береже цілісність країни. Работав на второй линії фронта, дежурив на блокпостах, а сейчас регулярно патрулирує уліці города. У воєнних кінологів і їх чотирьохлапих подопечних свій особий режим. 15 минут тренировок чередуються з отдыхом. І так по два часа в день. Сидіть, лежать, стоять. Дай лапку, сидіть. Дай лапку. Хорошо, молодец. Спеціальний курс для реставровання – це затримання осіб, які утікають. Можете подивитися, це злі від вас буде. Розшукова служба – це на пошук людини або вибірку речі. І слідова робота. Шкільники і курсанты провели нескільки часів в воїнській части. Знакомились з воєнними, оружіем і боєвої технікою. Пока для подростків це всього лиш ігра. Але, можливо, в скором будущем многие із них будуть готовы отдати саме дорогое – за свободу і цілостність України. Інна Даньшина, Віктор Зубченко, 1-й городской. 32 бойця. Очередна група криворожан, участників АТО, отправилась із Кривого Рога на лечение і оздоровлення в польський курортний город Лендекс-Друй, що возле Вроцлова. За границу отправились представители 17-й танкової бригады, 25-й аеромобільной бригады, 40-го батальйона Кривбас, 53-й і 4-й бригады, а також части Нацгвардії 30-11. Все расходы на переезд, лечение і оформлення необхідних документів взяли на себе городські власні. Ісходя з того, що у мене було тяжеле ранення, ног і плюс контузія у мене була, прежде чем куда-то ехати, ми там разговаривали между собою. І люди, які там вже були, я некоторых знаю, кажуть, що достаточне все на хорошому рівні. Тобто лечення, я так понимаю, що по кожному случаю і будуть отдельно назначати. У добровольців не всегда є время. У него є сердце. 17-го марта в педагогическом университете прошла встреча добровольців полка АЗОВ і студентів вуза. Лекція, яка плавно перешла на вовлекательний диалог, была посвящена первой годовщине празднования Дня Добровольца, который теперь отмечают 14-го марта. Днем ранее в Риумроге на фасаде строительного колледжа открыли мемориальну доску памяти погибшего добровольца в зоне АТО Николая Ничеги. О чем общались студенты с бойцами? Слышал наш корреспондент Николай Чирва. Возраст не имеет значения. Мне главное, чтобы у человека было открыто сердце к тому, что я говорю. До того, как взять в руки автомат, пойти на передовую и встать на защиту нашей страны, Денис прошел курс молодого бойца. Три месяца спецподготовки в Киеве и желание стать добровольцем не покидало парня. Денису только 21, а за его плечами не одна сотня выстрелов. С позывным «Бык» изо дня в день на протяжении полутора лет боец просыпается под флагами нашей страны на оккупированной территории. До того я занимался более своей личной физподготовкой, как бы был немного сам по себе замкнутый человек. Особо я не общительный был и все время посвящал лишь какому-либо саморазвитию, в том плане, что это была либо литература, либо физподготовка, либо что-либо еще. Узнал за АЗОВ и за все движение практически через интернет, так как увлекаясь более националистической литературой, я решил пойти именно в АЗОВ, потому что мне привлекли именно идеи движения полка в целом. Денис служит в отдельной группе специальной разведки, гранатометчиком и санитаром. В Кривой Рог приехал всего на три дня, чтобы рассказать студентам вуза о том, насколько сложные дни на передовой и повидать своих родственников. Полка АЗОВ стоит на защите нашей Родины, национальный корпус стоит на защите граждан нашей страны, Украины и будет продолжать защищать вас, нас и будущее наше светлое. Война будет скоро закончена, победа будет за нами, слава Украине. Хороший слава вас! После полуторачасовой беседы, просмотра ролика о передовой, каждый желающий мог примерить на себя военную амуницию, сделать фото с экспонатами и пообщаться с героями лично. Они тяжелые? Тяжелые. Мы представляем, как им тяжело в этот момент носить это все. Это как бы надо иметь такую силу. Это страшно. Конечно. Нет, тоже тяжелые, очень тяжелые. Давай. Ее правильно, наверное, вот так. Если я не ошибаюсь. Да, только... Немножко, неправильно. Это тяжело, очень тяжело. Быть в нужном месте и в нужное время – дело нелегкое. Бойцы АЗОВа стараются справляться с этим дома и на передовой. Николай Чирва, Дмитрий Кристенко, Первогородской. Сгорел черный бумер. На территории частного паркинга по улице Куратова сгорел автомобиль марки BMW. Иномарка находилась под навесом. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло в моторном отсеке Иномарки. На место инцидента оперативно прибыли спасатели, которые локализировали огонь за 15 минут. Еще полчаса понадобилось на полную ликвидацию очага возгорания. В результате пожара в машине повреждены моторный отсек, лобовое стекло и колеса. К счастью, никто не пострадал. На месте работали спасатели и следственная оперативная группа Саксаганского отделения полиции. Причины происшествия устанавливаются. Еще одни гигантские часы в парке Гагарина, который за театром Шевченко, появится огромный циферблат. Над созданием гигантских солнечных часов рабочие трудятся с прошлого года. Называется такой прибор гномом. Раньше его использовали в астрономии для изучения угла падения солнечных лучей. Также в парке обустроят дорожки, поставят ограду и создадут баскетбольную площадку. Всего на работы планируют потратить почти 9 миллионов гривен. Проиграли дома. 16 марта хоккейный клуб Кривбас играл четвертую игру серии плей-офф с Донбассом. Чтобы выйти в финал, криворожской команде необходима была победа. В первом периоде зрители годов так и не увидели. На одну шайбу Донбасса ворота наших соперников судьи не засчитали из-за нарушения правил. Второй период был не менее напряженным. Более 10 минут рефери решали, пересекла ли шайба ворота Кривбаса. И решили не в пользу кривбасовцев. Счет 1-0. И пока игроки пытались забить Донбассу, гости забили вторую шайбу нам. Третий период подарил для зрителей массу моментов. Обе команды действовали активно, часто атаковали и совершали броски поворотом соперника. Также отлично играли и оба голкипера. В тот вечер криворскому коллективу не хватило сил и ротации. Ведь у противника намного длиннее скамья запасных. Под занавес встречи гости забили третий гол, установив окончательный счет поединка 3-0. Донбасс теперь введет в серии плей-офф, а у Кривбаса уже нет права на ошибку. Следующий матч. Криворская команда сыграет в гостях у Донбасса. 19 марта на арене Альтаир. У нас сегодня даже были ребята, и еще два новых принимали участие, которые от 98-го года. Жалко, у нас немножко не хватает скамейки. То есть вчера вылетел Свищев, сегодня вылетел Александров. Это ребята основные у нас. Но тем не менее, большое спасибо, что они так здорово бились, играли. И, конечно, большое спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживают в любой момент и являются как шестым игроком. Такими были события этого дня. На этом ставим точку. В студии для вас работал Иван Дычак. Увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова